Субтитры делал DimaTorzok И по мере своих скромных сил буду помогать вам смотреть сегодняшнюю трансляцию В Перми сейчас 19 часов, без пяти Чуть раньше начнут футболистки, скорее всего, сегодняшний поединок, который обещает быть интересным Турнирные амбиции, по крайней мере, Локомотива, одного из лидеров нынешнего чемпионата Не то что нескрываемы, а и серьезно подкреплены весьма успешным стартом В 13 турах, 9 побед, уверенное второе место И еще вполне неплохие шансы побороться за чемпионство не все еще решено в этом чемпионате Звезда чуть подправила свое турнирное положение Сейчас клуб из Перми занимает четвертое место в турнирной таблице с 19 очками И от третьего места, от Кубаночки, которая занимает эту позицию И ее звезду отделяет всего 3 очка Буквально через несколько минут, дав возможность диктору по стадиону Огласить составы играющих команд, это сделаю я Ну и будем смотреть, уверен, увлекательнейший футбол Иначе и быть не может Время, вверх Время, вверх Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дальний перевод. 2 в 4 сейчас. Хороший момент. На правом фланге открывалась сейчас девятый номер Алена Рузина. Но не на ход, а за спину получилась передача на нее. И развитие, конечно же, эта атака не получила. Хотя очень высоко претенгует локомотив «Звезду». Без сомнений, установка Елены Фоминой очень агрессивно играет локомотив в защите всегда. Высоко встречаются футболистки своих соперниц, не дают развернуться, перекрывают зоны и практически не дают, по крайней мере, более слабым соперницам возможности для развертывания атак. И несколько раз уже говорили, что, по крайней мере, не будем называть команды, но с некоторыми соперницами удавалось играть чуть ли не в буквальном смысле в одну калитку. Те могли создать против локомотива буквально пару каких-то случайных моментов в достаточно продолжительных эпизодах игры. По 10-15 минут со своей половины поля не могли выйти соперницы локомотива порой. Но недаром Елена Фомина сегодня возглавляет национальную сборную России, женскую команду, которая пока на международной арене не слишком блещет, но тем не менее женскому футболу приковано все больше внимания. И не последнюю роль здесь играют как раз те ресурсы, которые Российский Футбольный Союз использует для популяризации этого, безусловно, зрелищного, очень популярного вида в Западной Европе. Еще раз напомню, что есть сайт женской футбольной лиги, на котором помимо того, что выкладывается статистика всех матчей, в котором всегда можно найти интересные ссылки, интервью с футболистками, тренерами, можно найти неплохие обзоры, чего стоят топ-3 лучших сейвов и лучших голов после каждого тура. На загляденье просто эти подборки. Рекомендую всем обратить на них внимание. Это всегда интересно посмотреть. Увязли в центре поля сейчас. Футболистки уже несколько минут не могут добраться до штрафной площади представительницы ни одной, ни другой команды. А между тем у нас уже 12 минут первого тайма позади и, пожалуй, что ни одного маломальски опасного момента не создала ни одна из играющих сегодня команд. Много борьбы, много передач, но при этом передач чаще всего находят адресатов, мало брака, но это, видимо, проявление класса футболисток обеих команд сегодня. О, как всего. Опасно действовала Виктория Носенко, Олесь Курочкина набегала. Часто проходят такие финты. Много историй футбола знает вот таких вот нелепиц, когда вроде бы в простой ситуации голкипер ошибается и в итоге команда получает себе ворота на пустом месте в буквальном смысле. Просто три защитницы ринулись к мячу. Небольшая несогласованность в защитных рядах локомотива. И тут как тут Олеся Курочкина опять. Очень остро действует сегодня основной нападающий капитан звезды Акимова. Она может и ударить. Удар по воротам не сильно по центру. Виктория Носенко на месте. Пристреливаются. Пристреливаются команды. Первый удар за 13, почти 14 минут в створ. Перемьяча, кстати, долго не было в Кривовой столице. Сразу два матча проводили футболистки-звезды в Красноярске в рамках Кубка России, в рамках чемпионата страны с Енисеем. И соскучились по ним болельщики. Ну вот подтянулось сейчас достаточно людей уже на трибуны. Порядка 200 человек. И это, между прочим, весьма показательно. Были бы вы еще несколько лет назад на стадионе «Звезда». Я думаю, что, ну, десятками исчислялись любители футбола, женского футбола, которые приходили поддержать пермскую команду. Сейчас их число значительно выросло. Возможно, сыграло свою роль и отсутствие большого футбола, кроме как женского, в Перми на сегодняшний момент. Футбольный Купамкар мужской прекратил свое существование полтора года назад. Но, тем не менее, любовь к футболу осталась, и количество любителей и поклонников женского футбола с каждым годом прирастает. К тому же, именно здесь, на этом поле, при скоплении почти пяти с половиной тысяч зрителей, чуть ли не абсолютный рекорд для матчей женского футбола, собралось тогда, когда «Звезда» 2005 играла с Манчестер-Сити на этом стадионе. Погода была, конечно, отвратительная в тот день, но пять с половиной тысяч пельмяков пришло поддержать свою команду, неоднократно выступавшую в Лиге Чемпионов. Напомню, «Звезда» на сегодняшний момент самая титулованная команда. «Локомотиву» лишь предстоит снискать подобную славу. Напомню любителям клубов, что лишь в феврале 2018 года на футбольной карте России появился женский футбольный клуб «Локомотив». Ну и первый сезон можно назвать удачным, наверное, в какой-то степени. Шестая строчка в турнирной таблице, всего 20 очков, разница мячей 22-8. Ну и были сделаны существенные выводы, полностью перестроен механизм команды, организация футбола женского железнодорожников. Одна их арена сегодня, одна из лучших, наверное, где выступают женские футбольные команды. «Сапсан» арена чего стоит. Ну и главный тренер. Очень неприятный сейчас был момент. Не видела момент удара, скорее всего, галкипер «Локомотива» из-за спины. Наносила удар Олеся Курочкина. Много борьбы в центре поля. Много перехватов. Пока не очень зрелищный футбол демонстрирует, прямо скажем, футболистки обеих команд. Небольшое, наверное, преимущество есть и у хозяев, у хозяек поля. Но оно настолько неявно, что пока говорить, а вот это может быть опасно. Навес на дальний фланг, удар и гол! Со второй попытки, прекрасная, конечно, была только что разыграна комбинация Нелли Коровкина по правому флангу, воспользовавшись тем, что осталась фактически одна, пробежала, зряче навесила на левый фланг. А там абсолютно никем не прикрытое. Футболистка «Локомотива», прошу прощения, очень сложно разглядеть номер из комментаторских кабин. Тоже все-таки отличился в составе железнодорожниц прямо сейчас. Но со второй попытки, вроде бы, Ирина Зварича отбила первый удар, расстреливали ее прямо с упора. Но выбить мяч так, чтобы он вновь не оказался в ногах, забивший гол футболистки «Локомотива» не удалось. И в итоге, в итоге 1-0. Девятнадцатая минута, Пермь. Звезда 2005 «Локомотива» 0-1. Яна Шейна отличилась. Очень неплохо разыграли комбинацию девчонки, воспользовавшись тем, что защита звезды выглядела в этом эпизоде буквально статистами. Потеряли они обеих футболисток. Три защитницы находились в центре поля. Их просто как по нотам, как на тренировке разыграли сейчас железнодорожницы. Браво! Очень красивая комбинация получилась. Первая острая атака в исполнении «Локомотива» и 1-0. Сфалили сейчас на «Понтюхиной». Ну, тоже, кстати, любителям футбола советовал бы присмотреться к тому, как действует одиннадцатый номер звезды. Очень скоростная футболистка. Еще одна попытка в исполнении Нелли Коровкиной. Воспользоваться ошибкой защитниц звезды. Очень приятное столкновение сейчас, конечно, в воздухе. И думаю, что обеим футболисткам сейчас потребуется помощь медицинских бригад. Ну, нет, слава богу, вроде бы все обошлось. Специально не хотели уступать в этом верховом единоборстве футболистки обеих команд. Пожали друг другу руку. Фейерплей. Нельзя назвать «Локомотив» и «Звезду» принципиальными соперницами. Хотя очень часто матчей просто не так много было пока в высшем дивизионе. Но все же таки матчи эти отличаются остротой и порой грубостью. Все опять же объясняется просто желанием победить и отсутствием какого-то явного лидерства доминирования на поле со стороны той или иной команды. Коровкина очень активна сегодня. Нелли, ну, впрочем, как и всегда, и за мяч борец попрессинговала. Акимова. Что, не остается как просто вынести вперед? Ну, тут как тут. Веломытцева перехватила на этот мяч. И опять перевод на левый фланг. Сегодня провал какой-то на этом фланге у «Звезды-2005». И, несмотря на то, что и по правому флангу «Локомотив» проходит весьма успешно к воротам хозяек поля. Ох, какая была передача. Курочкина с правого фланга навешивала на Козыренко. Перехвалил, наверное, я Татьяну в самом начале. И получился у нее удар головой. Друзья, поддержатель «Локомотив» сегодня пришли футболисты команды «Звезда». И, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на очередной домашний матч команды, который состоится завтра в 19 часов на нашем стадьоне. Углашаем вас на футбольный матч. Звезда в атаке. Татьяна Козыренко троих футболистов перепрыгала. И дальний удар наносит. Хороший дальний удар сейчас был в исполнении Татьяны Козыренко. Продолжает атаку «Звезда». И если в первом эпизоде блестящее действие Виктории Носенко не позволили мячу улететь в левый угол, то затем спина 15-го номера Анны Беломытцевой спасла «Локомотив» от неминуемого взятия ворот в девятку в правую. Редактор субтитров А.Семкин не спешит Носенко. Отворот далеко в поле. «Звезда» отыгрывает эту подачу Пантюхина. «Звезда» отыгрывает эту подачу Пантюхина. И вновь схожая комбинация, после которой у Татьяны Козыренко не получился удар поворотом. Правда сейчас ассистировала ей не Олеся Курочкина, но опять же с правого фланга навес. И в этот раз полузащитница звезды была точна. 1-1, 1-1 и это к 25-й минуте. Вне игры. Нелли Коровкина сдалась. По обоим флангам весьма успешно действует футболистка. То здесь, то там выныривает и постоянно создает остроту ворот Ирины Зварич. Очень хорошее приобретение локомотива. Одна из лучших в составе команды. Чуть ли не лучший бомбардир. Морозова в центр. Ну и неплохой перевод на правый фланг. К мячу здесь мчалась Алена Рузина, но Ирина Зварич далеко вышла из ворот. И вот сняла угрозу. Братко. Некому было подавать. И опять Коровкина выскочила из-за спины. Прекрасно закрыла мяч корпусом. И смогла навесить штрафную площадь. Или удар, или навес. Но так получилось. Скорее всего сейчас у Ирины Самойловой свечу такую запустила. Она попыталась пробить без подготовки. С разворота по летящему мячу Акимова. Назварич сейчас пропускала этот мяч Анна Синько. Но это, кстати, опасно. Потому что тут как тут. Опять же, уже не раз помянутая мной сегодня Нелли Коровкина. Быстрая, неудержимая, непредсказуемая Нелли. Так вот, кстати, по поводу матчей, который обе команды провели в предыдущем туре. Если звезда 2005 без особого труда в гостях разделалась с Енисеем, 6-0. Победили звездочки. То у Локомотива была очень непростая игра с нынешним лидером чемпионата. Московскими армейцами. Счет в этом матче, напомню, был 1-1. Первая замена вместо Анастасии Карандашовой, номер четвертый, играет Лина Якупова, номер седьмой. Первая замена в сегодняшнем матче. Анастасия Карандашова, абсолютно незаметная, кстати, да, по первой четверти сегодняшней игры, покинула поле и Лина Якупова сменила ее в центре полузащиты. Звезда тем временем пытается выйти из обороны, но сделать это пока не получается. Острая передача через середину поля. Коровкин элегантно пропускал ее, видя, что Гостенова набегает там с левого фланга, но и до Аида не дошел мяч в этом эпизоде. Козыренко пропускает за пределы поля. Мяч, потеря для звезды и... И шанс у Локомотива. Кстати, в нынешнем же сезоне звезда уже праздновала победу над Локомотивом. Напомню, 3 августа в гостях звездочки с минимальным счетом переиграли идущих пока на втором месте железнодорожниц. Отличилась тогда Олеся Курочкина, как раз ассистировала ей, если мне память не изменяет, Екатерина Пантюхина, ставшая в итоге лучшим игроком этого матча в составе звезды, по крайней мере. Курочкина проходит одну соперницу, открывается на правом фланге Алена Рузина, но предпочитает другое развитие событий. Нелли тоже получилось весьма неплохо. Хороший удар сейчас из-под ноги, как раз вышедший на замену Лины Якуповой. И не без труда, не без труда Ирина Зварич забирает его, даже выпустила на какой-то момент мяч из рук. Локомотив продолжает, продолжал только что контролировать мяч. Пантюхина подкралась сзади к сопернице, и мяч вернула своей команде, но ненадолго. Еще одна атака, еще одна вырезанная передача на Коровкину элегантно очень. Нелли пыталась сейчас сыграть, видела, что Зварич вышла из ворот, пыталась забросить за шиворот ей. В сетку, но мимо. К счастью для болельщиков пермской команды. Курочкина прессингует. Нарушение правил сейчас фиксирует главный арбитр сегодняшней встречи. Вера Опейкина. Почти 32 минуты позади уже в этом матче. Счет, напомню, 1-1. Но я думаю, что зрители нашей трансляции и так имеют возможность видеть счет в левом верхнем углу иконки, которые показывают, что происходит. По крайней мере, в части времени и событий по забитым мячам. Напомню, что на 18-й минуте вперед свою команду после блестящей комбинации вывела футболистская локомотива Яна Шейна. Ну и спустя буквально 8 минут звезда этот мяч отквитал. Тоже после неплохой элегантной передачи с правого фланга отличилась украинская легионер звезды 2005 Татьяна Козыренко головой. Колотила просто мяч ворота локомотива. Счет 1-1. На прежнему качели и звезда подаст угловой. Кстати, угловых в этом матче звезда подала уже штуки 3. Это, наверное, четвертый. Значит, у локомотива их не было вовсе. Подача очень неаккуратно сейчас. Виктория Носенко действовала на выходе, промахнулась по мячу. И если бы кто-то из футболистов звезды находился рядом, вполне возможно мог бы всерьез угрожать воротам. Еще один угловой подаст пермская команда. Подача неудачная. Ни навес, ни прострел. Эпизод завершен. И нарушение правил. Со стороны Яны Шейной, автора единственного пока мяча в составе локомотива, фиксирует главный арбитр сегодняшней встречи. Пантюхина у мяча. Знаем мы про ее очень хорошие способности навешивать и подавать. И опять на Козыренко. Нацелена была эта передача. Выцеливают. Видимо опять же установка такая. Наигранно видно, что комбинации на тренировках у футболисток звезды и умение играть головой. Татьяны пытаются использовать Елена Суслова. Еще один угловой в исполнении звезды прямо сейчас. Акимова подает далеко на дальний фланг. Ну и здесь уже без вариантов. Виктория Насенко спокойно забирает его в руки. Есть возможность организовать быструю контратаку. Вот три на три сейчас на половине поля такой расклад у звезды и у локомотива. Но нет, мяч не доходит до футболисток в белой форме. И вновь его выпнет вперед Виктория Насенко. Не очень удачно у него получается распасовывать и в штрафной площади. Пантюхина перехватила мяч налево Гостенова. Может получиться неплохая передача. Простреливала, но там никого. Пантюхина дальше бежать почему-то не решилась. Анна Синько, отводя угрозу, здесь же потому что Нелли Коровкина. Опять же, непросто, кстати, пермской футболистке, центральной защитнице звезды играть против Нелли. Скорости она ей серьезно уступает, несмотря на то, что превосходит в габаритах. Ну и вот оптимальный нашла вариант. Сейчас просто выбить мяч за пределы поля. Браткович, кому бы отдать мяч? Все прикрыты и все стоят. Никто себя не предлагает. Ух, как! Технично сейчас сыграла Пантюхина. Также технично мяч прокинуть дальше на Татьяна Кузыренко не смогла. Непреодолимой стеной встала грудь защитницы Локомотива. Кузыренко. Неплохая техника у этой футболистки. Ну и не было здесь нарушения правил. Опять же, из-за боковой. В игру мяч ведут футболистки Локомотива. Кстати, вот обращал уже ваше внимание, дорогие телезрители, на то, что сайт удар поворотом, ну да, скорее такой тычок по мячу Алида Гостенова не получился. У нее удар поворотом, легкая добыча для галки первого локомотива. Так вот, одна из традиционных рубрик предматчевая, предтурная даже на сайте женской футбольной лиги. Это прогноз от Ксении Веселухи, известной российской футболистки, выступавшей за сборную России. По поводу сегодняшнего матча, она как раз ничью и наванговала. Именно ничью с тем счетом, который сейчас у нас здесь на табло и есть. Сложно прогнозировать, для одной команды матч сложится тяжело, для другой просто. Лока потерял много сил с ЦСКА, играет в гостях, но все же поставлю на ничью. Это прогноз, напомню, от экс-футболистки сборной России Ксении Веселухи. Но у нас тем временем играть еще больше тайма. 38-я, 39-я минута первого тайма. По-прежнему 1-1 в матче нынешнего тура чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона. В эти же минуты в Москве, в Ижевске торпеда встречается с Рязани ВДВ. Счет пока там не открыт, 0-0. Ну а чуть позже, сразу по окончанию сегодняшнего матча и в Перми, и в Ижевске, Кубаночка на своем стадионе, 19 часов по местному времени, сыграет против московского ЦСКА. Следующие матчи чемпионата России пройдут уже в сентябре. Звезда отправится к нынешнему лидеру чемпионата в Москву, сыграет с московскими армейцами 8-го числа. Ну а Локомотив на Сапсан-арене примет Кубаночку. Все очень плотно, кстати, в середине турнирной таблицы. Если говорить про чемпионство ЦСКА и лидерство Локомотива, между ними еще может разыграться какая-то интрига, то, пожалуй, что среди трех команд развернется борьба за бронзу в нынешнем чемпионате. И Кубаночка, и Звезда, и Рязань ВДВ. Да и Чертанова, в принципе, претендует на то, чтобы побороться за бронзовые награды. Но, как говорится, это не точно. У Чертанова шансов, конечно, поменьше. А вот Рязань ВДВ, Звезду и Кубаночку разделяют первых двух. Одно очко, а Кубаночку и Звезду 2005, идущий четвертый, всего три очка. Поэтому очки, набранные в каждом матче, для Звезды сегодня, мне кажется, даже важнее мотивационно, нежели для Локомотива, который, как паровоз, летит в погоне за ЦСКА. Очень тяжелый, действительно, был матч для железнодорожниц против ЦСКА. Очень много сил он отнял. Но, в любом случае, это будет колоссальный успех для команды, которая вот только год свой отметила в этом сезоне. Вне игры. Вне игры не услышала свисток. Я не думаю, что здесь прям намеренно сейчас наносила удар поворотом. Седьмой номер – это Локомотива, вышедшая на замену Лины Куповой. Ну, кстати, намного активнее, намного ярче она действует по сравнению с Анастасией Карандашовой, которую на поле сменила. Ну и поэтому никакого наказания, кроме предупреждения от главного арбитра за удар поворотом после свистка она не получила. Акимова, Зыренко смогла продолжить комбинацию. Кожникова пыталась дальше вывести, опять играть на Нелле Коровкину. Не получилось. Кстати, вот любопытный нюанс. Если главный тренер Локомотива Елена Фомина все время стоит у кромки поля, постоянно стоя наблюдает за действием своих подопечных, то Елена Суслова выходит только тогда, когда кажется недовольна тем, что происходит на поле. Коровкина сейчас забралась в офсайт, шага на два. Так вот, Елена Суслова выходит только тогда, когда недовольна своими подопечными. И вот вышла сейчас и наставница Звезды 2005. Но обе абсолютно спокойные. Если, кстати, наблюдать, обе блондинки, весьма симпатичные тренеры обеих команд. В прошлом футболистки. Показывавший очень неплохой результат. Вот сегодня пробует себя на тренерском поприще. Ну и делают это, судя по тому, как выступают их команды и какой футбол они показывают, пока весьма успешно. Пантюхина возле мяча отсюда может и пробить поворотом полузащитница Звезды 2005. Очень удачный сезон для Екатерины. Воспитальницы кировского футбола из Кировской области. Это футболистка, играющая уже несколько сезонов за Звезду. Удар. Точнее, нет, навесно. Опять же на Татьяну Козыренко. Две подружки, создающие пока наибольшее количество острых моментов в составе Звезды. И отработала в обороне. Сейчас Пантюхина добежала. И перехватила дальний удар. Ну, вряд ли он представлял какую-то угрозу. Алена Рузина на удачу. Надеюсь, видимо, на то, что Ирина Зварич будет закрыта и собственными защитницами, и футболистками Локомотива, которые участвовали в предыдущей атаке. Курочкина. Глубоко эшелонированная оборона Локомотива. Очень сложно ее преодолеть. Борьба на каждом участке поля. Практически нет свободных зон. Ну и, опять же, стоит отметить, что не очень охотно предлагают себя футболистки в различных эпизодах. Редко используют они возможность забегания. Как только такие эпизоды проходят, так сразу возникает острота. Удар сейчас Гостенова в защитницу. Еще один удар. И оба удара пришли защитник. Свисток молчит. Пантюхина. Удар. С угла поля. Еще один удар. Четыре удара подряд. В итоге завершаются они ничем. По воробьям. Олеся Курочкина сейчас. Ну, блестяще отработали футболистки Локомотива в этом эпизоде. Одну минуту. К основному времени добавляет главный арбитр сегодняшней встречи Вера Опейкина. Ну и остановок, будем говорить, существенных не было. Быстро прошла замена. Напомню, что сегодня для российских чемпионатов, в том числе и женского, действуют особые правила. Новые правила по замене игроков. Если раньше это был повод затянуть время, то сейчас футболисты и футболистки обязаны пересекать ближайшую к ним лицевую линию, чтобы не тянуть время. Это очень часто ведь этот тактический прием используется, когда по завершению, ближе к концу матча, по две, по три замены, тягомотина, желтые карточки. Ну, кстати, чаще всего это проходит все-таки в мужском футболе. Девчата в этом отношении как-то почестнее, что ли, по отношению к болельщикам, соперницам. Зварич сейчас отворот. Истекло основное время. Напомню, всего лишь одна минута добавлена к основному времени первого тайма. Вот и звучит этот свисток 1-1 после 45 минут в этом поединке. Звезда 2005 на своем поле принимает московский локомотив. Напомню, что открыли счет гостей. Яна Шейна на 17-й минуте отличилась. Но ответка пролетела буквально через 8 минут в составе Звезды 2005. Гол забила Татьяна Козыренко. Немного отдохнем. Добрый вечер! Самые приятные болельщики, наши именно Звездочки. Градите себе аплодисменты! Очень приятно, что у вас сегодня так много. И мы по традиции сейчас будем разыгрывать призыв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА